Всем привет еще раз! Мы в эфире. У нас сегодня первая лекция на тему совместной разработки приложений на питончике. Этот курс, я считаю, уже кто знает в какой раз, мне уже надоело. Правда, мы с Василием Викторовичем, нашим семинаристом, решили переформатировать контент этого курса. Василий Викторович – большой поклонник многопользовательской игры под названием Multi-User Dungeon под общим названием. Возможно, мы будем писать ее в качестве наших семинарских занятий. Но на лекциях все будет примерно то же самое, а может быть и нет, зависит от того, как пойдет дальше. Напоминаю, что зовут меня Георгий Курячий, я преподаватель факультета. Это я, наверное, не вам напоминаю, вы и так помните. Это я вот сюда говорю. Я преподаватель факультета вычислительной математики и кибернетики. И заодно сотрудник компании «Базальт СПО», с попустительства которой я в рабочее время читаю лекции и веду семинары. Спасибо Чоми, который посоветовал перезапустить стрим. Действительно, у меня вроде бы звук есть. Сигнальтесь, пожалуйста, есть ли звук у вас. Я еще раз повторяю, да, спасибо, дорогой. Я еще раз повторяю, что у нас с вами, очень быстро повторяю, что у нас с вами встреча, связанная с лекциями, которые я, Георгий Курячий, читаю на факультете ВМК, будучи сотрудником факультета и при этом сотрудник компании «Базальт СПО», которая мне позволяет эти лекции читать. Господи. Вот. Совместная разработка. Первая лекция. Лекцию можно оформить, этот курс можно оформить как спецкурс. Приглашайте своих товарищей. Вот это все. В общем, все. Поехали. Уже времени нет. Да. Позорная плашка, что я не успел отредактировать план лекции. Ну, все как обычно на первых лекциях. Вот. Значит, смотрите. Всем добрый день. Смотрите, что у нас будет в этом курсе. Это, кстати, видно по аннотации. Значит, мы с вами будем, с одной стороны, продолжать тыкать в питончик, как в инструмент. ВАЗ. Потому что у инфраструктуры питона есть достаточно, у экосистемы, скажем так, питона, не любая своего экосистемы, есть достаточно инструментов, либо совсем встроенных, либо общепринятых в сообществе. Классических, так сказать, инструментов, с помощью которых ведется, собственно, разработка. И это будет, видимо, третий, последний, финальный кусочек этого семестра, где мы будем изучать вот такие инструменты, которые позволяют делать документирование, тестирование, интернационализацию, пакетирование наших программных продуктов. Кто в прошлом семестре был на спецкурсе по Линуксу, по разработке, узнают этот список. Вот. И это третья часть. Еще две части будут состоять в том, что мы будем изучать какие-нибудь инструментальные средства, прикладные питона. Мы еще не решили, какие, но на сегодняшней лекции это и не нужно. Было время, когда мы изучали графическую библиотеку, интерфейсную библиотеку ТК Интер, было время, когда мы изучали все подряд. В общем, разные бывали времена. Вот. И третий довольно важный аспект, которому также будут посвящены еще и семинарские занятия, это, собственно, технологии совместной разработки. Отчетом по данному спецкурсу будет совместный проект, то есть некоторые приложения на питоне, которые пишут больше, чем один человек. Вот. И одним из критериев по отчетности будет грамотное введение совместной разработки, грамотная работа с ГИТом. Ибо, как нетрудно догадаться, раз уж мы изучаем такой редко встречающийся язык программирования, как питон, то средство совместной разработки будет не менее редкое, ГИТ. Так вышло. Понимаете, когда я начинал, все было не так. Когда я начинал, питон был таким крутым, почти никому неизвестным языком, и ГИТ, в общем, только появился. Но годы идут, все меняется. Ну вот. Вот такой очень короткий план того, что предстоит нам. Значит, начнем мы, разумеется, с ГИТа и с некоторыми аспектами, с некоторых аспектов совместной разработки, как я их понимаю. А я их понимаю, как человек, который, помимо того, что работает в сфере операционных систем, я еще член сообщества Alt-Linux Team, и это, пожалуй, даже более главное, что я часть сообщества. И вот как работают свободные сообщества, и как при этом происходит открытая разработка, это часть того, что мы тоже будем смотреть. Вот. Поэтому давайте сразу начнем, чтобы, наконец-то сразу начнем, чтобы, значит, приступить к... Да, сегодня будет довольно много бла-бла, обещаю, что дальше бла-бла будет меньше. Вот. Сегодня, как я говорил, вводная лекция, и поэтому на наш курс еще дней 10 можно будет записаться. Вот. Значит, относительно открытой разработки. Почему, собственно, мы изучаем совместную разработку с помощью именно питончика и вот это вот все? Ну, во-первых, давайте просто вспомним, что есть такая штука, как свободное лицензирование. Вот. Интересно, что будет, если я вот так напишу. Я плохо написал. Ну, ладно. Не буду так писать. Вот. Значит... Иллюстрация к статье свободное лицензирование. Ричард Мэтьюс Толман проповедует. Значит, свободное лицензирование, речь идет о том, каковы условия распространения ваших программных продуктов, которые вы делаете. И, в общем, свободная лицензия – это очень простая штука. Вот. На самом деле. Ну, тут вот видите много-много-много слов. А на самом деле свободное лицензирование – это очень простая штука. Это 4 права, которые получает пользователь программного продукта. Первое право – это право пользоваться этим программным продуктом без каких-либо ограничений. Понятное дело, что все это без оглядки на уголовно-процессуальный кодекс той стороны, в которой все это происходит, вам могут законодательно что-то запретить. Но с точки зрения лицензии, с точки зрения предоставляемых автором программного продукта, предоставляемых вам прав, вот 4 права. Право использования, право дальнейшего распространения программного продукта без каких бы то ни было ограничений на него. Собственно, это один из краеугольных камней свободного лицензирования. То, что получили на руки, вы можете распространять дальше. Третье право – это право исследования и внесения улучшений правок в исходный код программного продукта, тоже без каких бы то ни было ограничений. И четвертое право – это право распространять вот эти измененные версии, опять-таки, без каких бы то ни было ограничений. Что хотите, то и делайте. Вот поскольку в правовом поле мы держимся путем, значит, валидации этих самых лицензий, да, вот свободная лицензия дает вам такие 4 права. Обратите внимание, что вот это четвертое право, как раз распространение модифицированных версий без каких-либо ограничений, делает возможным бизнес на базе свободного программного обеспечения. Причем бизнес вполне себе приличный. Вот. Возможно, кто-то из здесь или здесь присутствующих вспомнит слово «капилефт». Слово «капилефт» – это пятый пункт, который частенько бывает в свободных лицензиях. Вот. Капилефтная лицензия на этот раз ограничивает получателя программного продукта, но ограничивает очень остроенным способом. Если ваша свободная лицензия содержит капилефтную компоненту, это значит, что вы не имеете права ухудшать условия лицензии при дальнейшем распространении. То есть, грубо говоря, получили код под условиями ГПЛ, распространяйте его под условиями ГПЛ дальше. Да? Классическая четырехпунктная, так называемая, разрешительная свободная лицензия позволяет, например, делать из свободного продукта несвободный, если вам это очень нужно. Вот. Понятное дело, что потом из этого каши не сваришь, потому что монтенить-то это должен кто-то. Так-то монтенит сообщество. Ну вот. Значит, еще немножко истории. Python имеет свою собственную лицензию, которая называется Python Software License. Вот. Какое-то время она была даже несовместимой с лицензией ГПЛ. Вот. Потому что, ну, какие-то пункты нарушали, какие-то другие пункты. В общем, потом кигвида одумался. И вот там с 2001 года Python Software License совершенно свободная. Да. Вообще конферировали соблюдение условий этих лицензий? Значит, соблюдение условий этих лицензий, как это? Проблема, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. У нас на конференции, вот в этом году проходила конференция «Свободные программы высшей школи» в Переславле-Залесском. Такой очень крупный аналитик по кличке Док Анатолий Якушин делал доклад относительно того, что в условиях автарки вообще эти лицензии перестают нормально работать, потому что люди такие встают в довольно противестественную, но очень привлекательную позу и говорят, вот эта лицензия американская, мы ее не будем соблюдать, а эта лицензия, там, не знаю, китайская, мы ее тоже не будем соблюдать, а будем соблюдать только наши национальные, там, не знаю, севернокорейские лицензии. Вот. И это, конечно, отвратительно, потому что это только делает спасение утопающих еще более сложным делом. Вот. Но, значит, юридическую валидность, тем не менее, лицензии имеет, существуют рекомендации соответствующих министерств, существует глоссарий, юридически утвержденный в России, поэтому вот. Но нет, никто за вас не будет следить, если ваши права нарушаются, например, если вы не против, чтобы они нарушались, да, вот. Так что нет, нет, никто, кроме вас, не следит. Обратите внимание вот на что, собственно, ради чего я затеял вот эту всю говорильню, что свободное лицензирование включает в себя возможность распространения и распространения модифицированных версий, и, значит, разработка может быть полностью открытой. У вас нет необходимости каким-то образом ограничивать доступ всего мирового сообщества к исходным текстам ваших программных продуктов. Потому что прямо в лицензии написано, что это можно. Бизнес на основе свободного программного обеспечения, он рассчитывает на то, что информационное пространство, может быть, как можно, будет как можно более широкое. чтобы кто-нибудь, хоть китаец, хоть астралиец, хоть, не знаю, друг степей калмык, кто заинтересован вам помочь, начал вам помогать, да, может, чтобы он был как-то мотивирован этим, да, поэтому нужно как можно больше комьюнити захватить. Вот. Условия открытой разработки на самом деле не такие уж простые. Понятно, дом свободный, живите кто хотите, как говорил, как прочел дядя Федор в Простоквашино на доме. Но нет. Например, низкий порог входа-выхода. Если вы хотите, чтобы вам помогало сообщество, вы должны уметь принимать помощь от таких членов сообщества, которые, скажем, плохо умеют программировать. Но зато, не знаю, хорошо умеют переводить. И наоборот, если кто-то из вашего сообщества внезапно больше не хочет вам помогать, не надо, значит, кровавых соплей, не надо договоров, значит, скрепленных треугольными печатями и все остальное, а как бы спасибо, мужик, мы классно поработали, вот, пускай тебе классно работается там, куда ты ушел. Второй принцип, это принцип произвольности мотивации. Принято считать, что народ быдло, если ему не платить, то он не работает. В свободном софте и в открытой разработке это категорически не так. То есть обратное утверждение, что этим, значит, красноглазникам, линуксоидам не надо платить, это тоже неверное утверждение совершенно. Просто кто мы такие, чтобы фильтровать людей по принципу, вот этот будет работать за деньги, а этот не будет. Даже наоборот, наверное, люди, которые работают за идею, или там за то, чтобы повысить свои скиллы, или потому что им самим нужен тот софт, который мы вместе разрабатываем, эти люди нам даже нужнее, у них мотивация более естественная. Она не опосредована вот этим универсальным товарным эквивалентом под названием деньги. Но деньги это очень важно. Иерархия. В свободном сообществе никогда не бывает принятия решений, потому что человек поставлен над кем-то начальником. Вот пока ты вносишь свой качественный вклад в сообщество, ты имеешь много в нем веса. Перестал вносить качественный вклад в сообщество, в зафиксном тайме ты оказываешься на его периферии, и что бы ты там ни говорил, в общем, к твоим словам прислушиваются. Ну, конечно, прислушиваются, если ты сказал что-то умное, но авторитет – это тот человек, который больше всех делал. Вот. Поскольку нету вот этой составляющей административной в свободном сообществе, то профессиональная иерархия очень динамична, и это тоже очень круто. Вы не выхаживаете? Нет. Я даже больше вам… Давайте я расскажу. Это было, правда, в прошлом семестре. Мы говорили про то, что Гвида в течение десятилетий был так называемым добровольным диктатором, да, БФДЛ, а потом перестал им быть. В чем идея? Вообще говоря, свободное сообщество нуждается в таком третейском судье, в таком, безусловно, уважаемом человеке, к которому приходят с последними вопросами, когда возникает нечто похожее на хаос. Да? Вот. И очень часто модель 90-х, 2000-х годов – это вот такой добровольный диктатор, типа Гвида, типа Линуса, ну, вот такие вот люди. Да? Значит, идея состоит в том, что сообщество решает все проблемы сообща, а вот если оно не договаривается, тогда они приходят на поклон к такому диктатору и говорят, вот как скажешь, так и будет. Вот. Но уровень культуры людей в сообществе Питон, особенно таких действенных, активных людей, дошел до того, что они, в общем, справляются с этой задачей самостоятельно. И в какой-то момент, когда они в очередной раз пришли к Гвида и сказали, Гвида, делать нам паттерн-матчинг или не делать в Питоне, и он сказал делать, а они опять начали, значит, там… А нет, нет, он сказал именно делать, а они опять начали обсуждение, и пока там кто-то, пока они не договорились на мнение Гвида, они, в общем, уже не обращали внимания, Гвида сказал, чуваки, вы начали сами договариваться, я пошел на пенсию. Вот. То есть, нет, это не приводит к хаосу, если есть разумный социал инженеринг. Если нет разумного социал инженеринг, что угодно приводит к хаосу. Цвет обоев может привести к хаосу, если у вас нету комьюнити-менеджера. Вот. Свободное распространение как условия развития. Ну, мы об этом уже говорили. Поскольку у нас в любом случае исходники доступны, и мы не можем слишком много зарабатывать просто продажей копий коробок, вот, это значит, что мы должны озаботиться о том, чтобы у каждого была возможность скачать, и кто угодно мог бы принять участие, да. Вот. И вот здесь вот как раз возникает, та самая идея распределенной совместной разработки, относительно которой у нас будет разговор весь ближайший семестр. Речь идет о том, что над этим проектом, свободным, открытым, скорее всего, будут работать не три с половиной программиста, сидящие в одной и той же комнате и переговаривающиеся так через голову друг с другом, а отдельные участники во всех уголках земного шара. Вот. Причем еще и во всех часовых поясах. Надо понимать, да, что у нас есть там Китай, у нас есть Штаты, у нас есть Австралия, где люди, в общем, спят, когда мы бодрствуем, и наоборот. Так что вот, распределенная совместная разработка, это очень важно, когда у вас свободный, открытый продукт. Ну и, конечно же, информационное взаимодействие внутри этого коллектива должно быть гораздо более формализованным, гораздо более при этом полным, чем вот те самые четверо программистов, сидящие в одной комнате и способные перекликаться так через голову. Вот, собственно, и это и будет предметом нашего изучения, помимо того, что нам представляет питон, помимо того, что мы нальем в качестве субстрата, то есть вот каких-то конкретных там библиотечек, что-то мы будем щупать. Теперь, значит, касаемо питона. Еще бла-бла, я предупреждал, что первая лекция у нас в основном из бла-бла состоит. Мы помним, я об этом тоже говорил, кажется, в прошлом семестре, что разработка в питоне происходит очень-очень, как это правильно сказать, инженерным путем. есть специальный интерфейс, в который вы помещаете Python Enhancement Proposal, PEP. В этом PEP вы обязаны обсудить проблему, описать предполагаемые ее решения, описать... Сейчас давайте посмотрим какую-нибудь тематику. Ну, даже не знаю, это что у нас. А, это текущий informational PEP. Страшные люди уже пошли. Это открытый PEP. Ну, кстати, открытый PEP вот. А вот, какой-то старый PEP. Какой у нее статус? Final. Вот. Речь идет о том, чтобы ввести нормальную поддержку Unicode в питоне. Вот, правда, был второй PEP. Вот. Предложили, предложили значащий комментарий. Согласили со значащим комментарием. Это, кстати, не рабочий PEP уже. Нам не нужен вот такой. О! Вот, пожалуйста, март, месяц, лично Гвида говорит, а давайте мы заведем вместо целых чисел тип BULL. Зачем? У нас же есть целые числа. ноль, значит, то самое. Вот. А вот в рационализации зачем нам нужен булевский тип? Он говорит, он говорит, что нам нужно, вот здесь вот он говорит о том, что нам нужно четко определять, что такое true и что такое false, а не каждый раз делать внутри перекодировку. То есть ноль или один или строчки или что-то еще. Глупости всякие. Да? Вот, пожалуйста, пример. Это булевская функция или нет? А фиг знает. Давайте введем тип BULL, как говорит Гвида в 2002 году. Рационализирует. Обсуждает. Там есть обсуждение, какой он должен быть. В общем, вот, делает релиз. И вот в 2,3-м питоне появляется тип BULL. Ну вот, да? То есть разработка в питоне самого языка таким образом устроено, что вы, значит, оформляете предложение, вы оформляете, зачем оно нужно, вы оформляете возможность его решения, а дальше обсуждаете, и дальше оно принимается или не принимается в сообществе. ВОЗ. А, тут прям есть пример. Ну, это вот мой любимый пример, 635-й ПЕП, это Parton Matching, но мы его как раз в конце прошлого семестра трогали, так что вот. А, вот, вот из-за чего, да, точно, Гвида не от Parton Matching на пенсию вышел, а от Волгерс-оператора. Люди, значит, хотели Волгерс-оператора, другие не хотели Волгерс-оператора. Вот, вот такого сорта. Он сказал, ну делайте. Они сказали, нет, мы еще будем обсуждать. Гвида сказал, молодцы. Вот, это что касается разработки самого Питона. Но нас в этом семестре будет больше интересовать разработка модулей для Питона. Модули для Питона аккумулируются на таком агрегаторе, который называется Parton Package Index или PPI. Вот, и этот самый PPI, он очень хорошо развивается, в нем в 2002-2022 году на время первой нет, видимо тут август месяц было 355 тысяч пакетов, а сейчас там 433 тысячи пакетов. Да, мы этот трюк уже проделали в прошлом семестре, вы помните. То есть каждый день прибавляется по нескольку штук этих самых пакетов и даже несколько десятков и при этом обратите внимание на то, что это в подавляющем своем большинстве пакеты под свободной, той самой свободной лицензией, то есть всеми этими пакетами вы можете точно пользоваться и с очень большой вероятностью процентов 99 с копейками делать с ними все остальное, что позволяет свободной лицензии, то есть распространять, изменять и так дальше и так дальше. Вот. Как видите, ну вот как видите бонусы. Вот динамика, да, 2021 год 288 тысяч, 2022 355, а сейчас уже 433. Вот. Понятное дело, что есть целый, целая организация, которая называется ПИПА, ПИПА, Python Packaging Authority, который следит за тем, что... который следит за тем, что как, ну, надо упаковывать пакет, и это вот документ, который все, любой из нас может почитать, поизучать, потыкать пальчиками, вот, и часть которого мы, собственно, будем тоже, тоже в этом семестре тропать. Вот. Ну-ка. Разбанили. Год назад Rededogs был забанен. Причем только сайт Rededogs. Все остальные сайты почему-то были... Вот. Все документации на Rededogs была разбанена, а Rededogs был забанен по решению какого-то Красноярского суда. Короче, бредятен, как обычно. Как обычно бредятен. Красноярский суд на что-то оскорбился. Вот. Значит, документация, почему... А, это понятно. Это тут... Это как бы... Сайт Rededogs.org характерен тем, что он имеет встроенные инструменты публикации, автоматической публикации документации, которую мы будем с вами оформлять просто одной кнопочкой. Она автоматически появляется на Rededogs. То есть, если вы настолько ленивы, что ваша документация... Вы разработчик, а ваша документация не появляется на Rededogs, это как бы камень в ваш огород и минус вам в карме. Вот. автоматический поиск по ПИПе раньше работал с помощью командочки PipSearch, а потом выяснилось, что тот API, который PipSearch использовал, XML, RPC, не работает, когда там несколько сотен тысяч запросов в секунду приходит. Вот. Просто какие-то облачные платформы начали этот PipSearch использовать на автомате, ну и он сдох два года назад. Теперь, значит, есть специальные пакеты, которые парсят, собственно, HTML-ную выдачу вот здесь, вот этого поиска. Ну, в общем, все это тоже мы будем трогать, Pip мы тоже будем трогать. Вот. Значит, ПИПа. Чем занимается ПИПа? ПИПа занимается не только инструкциями по тому, как пакетировать, но и, например, разработкой стандартов пакетов. Вот. Изобретение форматов сначала питонных яиц, а потом питонных колес, которые мы, кстати, с вами будем делать в конце этого семестра все. Вот. Рекомендации по тому, как организовать окружение разработки, все это, все это можно почитать в Python Package Authority, и это вот сайте, который нам с вами понадобится в ближайшем будущем. Вот такой уровень бла-бла относительно того, что у нас происходит со свободным и открытым, с открытой разработкой чего-то под свободной лицензией. как вы понимаете, закрытая разработка чего-то под несвободными лицензиями устроена примерно так же. Вот. Ну, разница там возможно в бизнес-процессах внутри устроена. Поэтому разница, ну, как бы, вот с точки зрения нас, как разработчиков, разницы я не вижу. И вот. теперь относительно того, чем мы будем заниматься в ближайшее время, а в ближайшее время мы будем заниматься ГИТУ. Я надеюсь, что среди здесь присутствующих уже никого нет, кто не знает, что это такое. Вот. Ну, среди нас так точно нет, мы в прошлом семестре все это делали уже много раз. Вот. Среди здесь присутствующих тоже, я думаю, в чатике у меня не так уж много народу, который не знает, что такое ГИТУ. Давайте я это просто напомню. Ну, у нас сегодня вводная лекция. Я просто напомню сначала про то, что такое вообще система контроля версии, а потом немножко историю. Система контроля версии решает на самом деле не три, а четыре задачи. Вот это стоит, наверное, наверное, стоит это поменять прямо сейчас. потому что я не прав. Четыре задачи она решает, а не три. Система контроля версий, в частности ГИТ, решает четыре задачи, связанные с совместной разработкой. Во-первых, задача хранения. Некоторое место, где хранятся исходные тексты, чтобы мы с вами, значит, не искали их по всевозможным файлопомойкам. Во-вторых, версионирование. Версионирование это довольно важный пункт. Речь идет о том, чтобы представить процесс разработки как последовательную смену состояний как отдельных файлов с исходниками у вас внутри вашего проекта, так и неких таких снимков всего корпуса текста в вашем проекте, которые там называются в разных системах, которые вязаны по-ранзуму, в бренч, кажется, это называется, или в этом самом, в гите. Кажется, бренчем он называется. Короче говоря, когда вы редактируете вашу программу, переводите ее из одного рабочего состояния в другое рабочее состояние, вот это другое рабочее состояние, тоже вот такие переходы между именно рабочими состояниями вашего исходного кода, они тоже очень интересны. Вот эту всю историю изменений гид ведет. Дальше. Третья задача это работа с этой историей изменений. Значит, не просто введение, не просто версионирование, не просто отличие более старого исходника от более нового, но еще построение графов этих изменений возможно, ну, точнее, сеть, да, у нас арт-граф без циклов. ВАЗ. Что такое разработка? Да? Возможность перемещаться, возможность менять структуру этой сети, если вам кажется, что слишком запутанно для стороннего наблюдателя выглядит процесс разработки. Вот. И четвертая задача это поддержка информационного пространства. То есть, грубо говоря, чтобы вы не просто видели, какие изменения происходили с исходными текстами, но и какую задачу при этом решали люди, да, что изменилось, что улучшилось. Короче говоря, вот нечто, нечто, некоторая мета-информация о том, что происходило. Вот четыре задачи. Хронирование, версионирование, работа с историей и информационная нагрузка. Значит, все эти четыре задачи потихонечку намазывались на то, что называлось Version Control System. Потому что самая древняя система контроля версии, которая RCS, Revision Control, занималась только версионированием. По особому формату в виде комментариев хранилась внутри вашего файла его версия, эта версия постоянно обновлялась автоматически, и это все. Дальше немедленно встал вопрос о централизованном хранении. Вот эти два инструмента CVS и Subversion как раз были посвящены тому, как хранить исходные тексты. Там уже потихонечку шла работа в CVS, потихонечку в Subversion достаточно активно по тому, как работать с историей изменений, с сетью вот этих изменений и все такое. Ну и в общем, шло время и этих систем контроля версий было сделано примерно вот столько. Я еще не докрутил до конца. Вот. Среди них были какие-то страшные, вот я очень любил, сейчас покажу, по-моему, это называлось Tomb Lord Arch. Ну где она? Нет. Tomb Lord. Во! Гнуарч. Значит, вот любил вот такую систему контроль-версии, но она, видите, давно не развивается. Вот. Это была такая алгебра патчей, вот, которые, значит, там как-то друг на друга применялись. Вот. Я от нее отказался в тот момент, когда, когда я хранил свои конфиги в этой штуке, и вот когда там на какой-нибудь 200-й коммит полчаса эти формулы, вот эти алгебры патчей друг к другу применяются, после чего память кончается. Я понял, что я буду пользоваться больше не хочу. Или, например, вот такая вот совершенно невозможная штука. Fossil это одновременно в одно... Это одно программное обеспечение, не сайт. Такая программа, которая одновременно Project Manager, Web Server, хостинг, система контроля версий, еще чего-то, и Bontain это один совершенно невозможный, гениальный чувак. Ну, в общем, вот. Что касается GITA, что касается... Да, значит, как устроена работа в классической системе контроля версий? Вот у нас есть хранилище, мы с ним синхронизируемся, получаем рабочую копию этого хранилища, редактируем, собственно, производим работу и синхронизируем обратно. Четыре пункта. Значит, синхронизация, редактирование, оформление коммита, публикация этого коммита. В чем проблема централизованной ВЦС, почему мы с вами пользуемся distributed, распределенной системой контроля версий? Главная проблема вот этого четырехтактного цикла это собственно публикация. Вот вы оформляете ваш коммит, вы его публикуете и в тот момент, когда вы публикуете, непонятно, в каком состоянии находится хранилище, если вы не один. Если вы не сидите в одной и той же комнате и не работаете в одно и то же рабочее время. А вдруг, пока вы тут вот что-то делали, кто-то тоже что-то начал делать. А вдруг, когда вы коммитите, то есть, а вдруг с тех пор, как вы что-то поделали, произошел коммит, и сейчас вы будете коммитить, а там все изменилось. А вы не видите глазками, вы пытаетесь туда вот, вы пытаетесь положить свои изменения поверх чужих изменений, не зная, что они там есть. Вот. В результате может получиться так, что ваши изменения просто не накладываются на тот исходник, который под капотом уже был изменен кем-то другим. Вот. И начинаются всякие извращения, типа того, что давайте мы договоримся, что все коммиты происходят там за полчаса до окончания рабочего дня и никогда, и никак иначе. Или давайте мы значит будем введить расписание у кого, когда, какой коммит. Это страшно неудобно, это приводит к тому, что потеряется основная идея, которую мы будем исповедовать, когда будем работать с гитом. Основная идея это один одно изменение один коммит. Вот сделали изменение, коммите это изменение, не накапливайте в одном коммите их несколько. Вот так в централизованных системах контроля версии было организовать очень сложно. Возникли распределенные системы контроля версии, среди которых там есть Darks, Mercury, Bazaar, Git, Bitkeeper, вообще черт-черк, черт-черк, Мы сейчас изучим на примере ГИТа, довольно популярный среди этого списка Mercury устроен немножко по-другому. Я не готов сейчас разводить еще и бла-бла на тему того, как устроена универсальная система, распределенная система контроля версии, забьем на это. Значит, давайте, что ли, я расскажу чуть-чуть истории про тот же ГИТ, что ядро Linux лежало в системе контроля версии Bitkeeper, который писал один такой кондовый Unix чувак. Она была несвободная, у него был несвободный сервер и несвободный даже клиент. Но для своих друзей Linux этот товарищ раздавал ее за бесплатно. Все было хорошо, пока Энди Триджил, Энди, забыл, как Триджит зовут, Тридж его зовут, короче, есть такой товарищ в Самбо Тим, не расхакал протокол этого самого Bitkeeper, а поскольку его писал такой кондовый Unix-овый чувак, кто это был текстовый протокол, он просто зателнетился к соответствующему порту сервера, сказал help, ему, значит, сервер написал help, и он на перле написал по клиенту, ему что-то не хватало вот в этом стандартном клиенте, вот, автор чудовищно обиделся, вот, и сказал, ну все, больше вам Linux-оиды не дам по бесплатному, бесплатно не дам свой прекрасный Bitkeeper. А дело было в году 2000 каком-то, 2000 каком-то дело было, пятом, Linux уже был вовсю-вовсю, он уже там стал технологическим стандартом, и Linux адово испугался, что сейчас, значит, автор Bitkeeper запретит пользоваться Bitkeeper, и где же будет лежать ядро. И давай наезжать на 3D, на community, а что это вы делаете, как вы смеете, вот, в общем, в общем, повел себя, как он потом понял, не очень хорошо. Потом, значит, до него дошло, что он мерзавец, Linus, мерзавец, и он там, типа, за неделю нахакал прототип новой системы распределенной контролей-версии, которую назвал мерзавец. Вот. Такая вот была история. Значит, и очень-очень быстро народ в это все, Эндрю, я правильно сказал, Энди Триджа, Тридж, вот этот Тридж, вот этот чувак во всем виноват. Вот. Значит, да. И, в общем, движимый, движимый, значит, чувством вины, Linus нахакал там буквально за неделю прототип, за месяц уже все работало, через, по-моему, там три месяца уже все ядро лежало в ГИТе, вот, и как бы все было хорошо. Ну вот. Главный интернет-ресурс по ГИТУ, это ГИТБУК. Вот. Он существует в переводе на русский, если кто-то не понимает английского, но я бы вам рекомендовал читать на языке оригинала, просто потому что, ну, вы же знаете, да, перевод технической литературы сложная тема. Вы знаете, либо ГИТ, либо русский. Вот. Таких людей, которые знают и то, и другое, на свете мало. Вот. Значит, ГИТБУК. ГИТБУК рекомендую прочесть от начала до конца, даже несмотря на то, что там будут вещи, которые мы с вами не проходим, потому что это все понадобится, все понадобится от начала до конца вам в реал-лайфе. На сегодняшний день разработка без владения системой контроля версий не ведется, а если ведется, уходите из этого места как можно быстрее. Да? То есть, если вы хотите стать разработчиком и приходите в место, где люди держат исходники в файлу-помойке, в общем, это надо, как это, надо призывать экзоциста вас в таких случаях. Так, как-то происходит цикл работы в ГИТе. Давайте, что ли, я даже что-нибудь покажу. Только вот не здесь, а вот здесь. А вы мне скажите, пожалуйста, вы мне скажите, пожалуйста, насколько черным по белому видно. Нормально читается? Тут просто проектор теперь хороший. Раньше тут плохой проектор, я делал белый терминал, мне это ужасно не нравилось, мне нравится черный терминал. Вот. Значит, смотрите. У нас есть понятие рабочая копия, это профайл. То есть, вот слепок тех файлов в каком-то состоянии, с которыми вы работаете. Есть понятие репозиторию, он же хранилище. И это про все остальное, про хранение чего-то где-то. Да? То есть, вот когда вы говорите, давайте что-нибудь придумаем, да? Ого! И что там? Неужели пример от прошлой лекции? От прошлой лекции прошлого года? Ну, что-то очень похожее, действительно. Ну, давайте все равно. Вот это очень похоже, например, от нынешней лекции, но что ж поделать. Получилось. Вот. Значит, смотрите. Вот мы сказали git и nit, и обратите внимание, что у нас в рабочей копии нет ни одного файла, вообще ни одного. А если посмотреть повнимательнее, есть каталог точка git, который не имеет отношения к тому, что мы называем рабочей копией, это именно что хранилище. То есть, когда мы работаем с git, у нас на любой машине, где мы с ним работаем, разворачивается полноценное git-хранилище. Вот с точки зрения некоторых систем контроля версии, это не так. У клиента обычно какие-то файлики скаченные, а хранилище там. В случае git-а любое место, где вы с ними работаете, это полноценное git-хранилище. За исключением того, что называется shallow copy, но это скорее именно способ скачать файлики. Полноценная работа с git-ом обязательно ведет к созданию хранилища. Давайте туда заглянем. Оно довольно интересную структуру имеет хранилище. Видите, у него есть объекты отдельно, какие-то ссылки, какие-то, значит, скрипты, которые запускаются. Вон он, видите, целая куча, которые запускаются в момент вашей работы с хранилищем. Какие-то, ну, в общем, пока там нет ничего, оно пустое. Ой, гид. Вот. Наша рабочая копия пустая. Теперь давайте мы что-нибудь в этой рабочей копии заведем. Да, ну, например, у нас есть календарик, вот этот календарик, мы и запишем в файл. Вот. Посмотрим, что нам скажет гид. Гид нам скажет, что у вас в каталоге среди вашей рабочей копии появился новый файл, который называется cal1.txt. Он untracked, то есть не предполагается, что это часть вашей разработки, это просто какой-то файл, мало ли кто его создал. Вот. И, значит, мы этот файл должны сказать гиду, дорогой гид, нет, это файл, с которым мы будем работать. Гид. Аддд. Только это гид. Вот. И в результате гид говорит так. Этот файл теперь считается участником нашего процесса разработки, его нужно закоммитить, сейчас никаких коммитов пока не было. Итак, вторая стадия, это вторая стадия разработки, это изменение рабочей копии, в которой мы плодим какие-то изменения. Третья стадия, это, собственно, коммит. Мы говорим гид коммит. Он у нас спрашивает, а что происходит, мы ему говорим однострочник new calendar file, им может быть какой-нибудь даже многострочник, но тут он не нужен, про оформление коммитов мы будем говорить, видимо, в следующий раз. Вот. Произошел коммит. Давайте посмотрим на статус. мы закоммитили наши изменения в наш локальный репозиторий. Фактически мы воспроизводим вот этот цикл только из трех пунктов. Синхронизация, редактирование, коммит. Синхронизация, редактирование, даже из двух. Редактирование, коммит, редактирование, коммит. Но речь идет о том, что мы работаем только с локальным репозиторием. Кстати сказать, обратите внимание на то, что мы уже потихонечку начинаем выполнять нашу задачу создания информационного пространства вокруг набора нашего исходного текста, а именно оформлением коммит-месседж. Мы пишем, что именно мы, какую задачу именно мы решили. В данном случае это краткий коммит-месседж, но может быть мы будем делать длинный. Ну, всякие мелочи состоят в том, что, например, если я хочу использовать редактор, не являющийся вимом, а многие, ну, хорошо, некоторые из вас все еще не хотят использовать редактор, являющийся вимом, то нужно запускать этот редактор сейчас, ну, джинни, да, можно джинни запустить? Во, можно джинни запустить. Что? Ну, можно минус-м написать, но это все дальше будет, да. Вот, если вы хотите запускать редактор, обязательно запускайте его в foreground, например, gwim, если вам хочется еще больше, интересно, то вот gwim надо запускать в режим foreground, иначе он просто не заработает, commit вас не заработает. Видите, он запустился в background, и так не надо делать. Вот, соответственно, если мы хотим запускать gwim в качестве редактора, давайте сначала джинни запустим. Как там было? git-конфиг. Не помните? Может быть, а в лекциях есть? Никто не помнит. А вот, нет, есть в лекциях. Я хочу вот это сделать. А почему он красный? Нормально? Ну вот, скажем, джинни. Чё, 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 где был? А, там пробелечки что ли неправильные? Да, там были пробелечки неправильные. Ну вот, значит, давайте сейчас попробуем, попробуем ещё что-нибудь закоммитить. Вот, обратите внимание, что нам скажет git-статус. Git-статус уже знает, что вот этот файл у нас был, и он видит, что произошёл не новый файл, как мы это раньше видели, образовался не новый файл, а где он там говорит про новый файл? Затёрлась. Ну, неважно. А произошли изменения с уже имеющимся. Тем не менее, эти изменения пока ещё not staged for commit. Вы можете, имеете право изменять содержимое файла, но не коммитить эти изменения, а или выбирать, какие из них являются коммитом. Для того, чтобы его добавить, надо ещё раз сказать git-ant. Вот. И он говорит, смотрите, изменения, которые сейчас закоммитятся, касаются файла cal1. О, ну, тут плохо видно, потому что я джинни не настраивал для работы на лекцию, но вот после того, как мы выполнили вот эту командочку git-конфиг core-editor джинни, у нас вместо вима запускается ваш любимый редактор и тот же самый, значит, что там, как-то так. Вот. Ну вот. Вот как выглядит, как выглядит информационное пространство внутри git-a. Вот. Что в этом процессе мы пропустили явно, да, прям явно, явно, явно пропустили. В этом процессе мы явно пропустили пункт публикации. Дело в том, что в распределённой системе контроля версий публикация полностью оторвана, понятие публикации полностью оторвано от понятия commit. Commit это какая была проделана работа и какая была решена задача, публикация это публикация. Вот. Мне это всегда казалось настолько естественным, что я всегда забывал объяснять это, когда рассказывал про гид. Вот. И кажется, в этом плане тоже забыл объяснить. Вот. Идея стоит в том, что вы делали сейчас модификацию своего собственного локального репозитория, того самого, который лежит вот здесь. вот. Вот. Тут, кстати, наши два коммита породило аж раз, два, три, четыре, пять, шесть объектов. Два коммита двух файлов породило шесть объектов. Что это за шесть объектов в репозитории, мы сейчас посмотрим. Мне кажется, это тема сегодняшнего занятости. Вот. Смотрите-ка, про публикацию будем говорить в следующий раз. оставим немножко интриги. Ну, это такая интрига Полишинеля. Все здесь присутствующие знают, что такое гитпуш. Но, тем не менее, мы не будем сейчас разбирать публикацию, потому что у нас есть более интересная тема вот эта. Вот. Что это за циферки такие. Вот. Значит, запишем на полях, что в данный момент мы воспроизводим цикл работы с локальным хранилищем, а о удаленном хранилище и о том, как происходит взаимодействие с удаленным хранилищем ничего не говорили. Вот. Обратите также внимание на то, что если вы работаете с командной строкой Linux, у вас, в Макосе тоже, у вас будет по умолчанию запущен пейджер, который постранично будет показывать изменения, ну, потому что, знаете ли, этих изменений может быть очень много. Это, если что, изменения моих конфигов как раз. Вот. А тут их всего два. Так. Давайте мы тогда разберемся, а что же все-таки происходит. Значит, возможно, стоит начать с нуля. чтобы прям посмотреть. Давайте попробуем начать с нуля, это же не так все страшно. О! Вот чистый и сухой. Вот хранилище. Давайте посмотрим в это хранилище. Ээээ. Это что? Это было слово initial, если кто не понял. Вот. Дальше мы добавляем туда файл. Говорим ему add, git, git add этот файл, git commit минус а, минус m. Значит, автоматика. Давайте так сделаем. У операции git commit есть два ключа, которые я пишу на автомате всегда, и люди, которые были на семинарах, это видели. Ключ минус all, минус минус all, который говорит следующее. Если в вашем рабочей копии файлов появился новый файл, это не повод его коммитить. Может, его какой-нибудь компилятор сгенерил, это генерат. А вот если вы изменили файл, это повод это изменение коммитить. Git commit минус а говорит о том, что все измененные файлы нужно коммитить, оформлять в коммит. Вот. А, значит, ключик минус m, который я тоже активно использую, позволяет создавать commit message вообще не залезая в редактор. Просто git commit минус m и значит, дальше commit message, причем можно и многострочный, это же Linux поставил кавычки, делаешь многострочный. Вот. Просто так будет удобнее. Так вот, я хотел написать что-то вот такое. Да, кстати, ровно в данном случае минус а не нужен. Понятное дело, что мы уже сказали git add, и эта штука уже уже staged for commit, change to be committed, поэтому минус а здесь ничего не работает. Но я напишу на автомате, и вам советую этот автомат тоже перенимайтесь. Да, значит, что там create calendar file. Вот. Давайте сравним состояние нашего репозитория с предыдущим. Только наоборот. вот что произошло со времени после первого коммита. Во-первых, у нас завел, завелась ветка под названием мастер. Вот она. Ветка это и есть слепок всех файлов, которые в данный момент у нас участвуют в разработке. понятие ветка. Вот, чтобы вы понимали, да, это не место, где что-то раздвояется. С точки зрения гита ветка это текущая последовательность разработки, являющаяся, переходящая друг в другу такими слепками из файлов. Вот. Эта ветка называется мастер. И три объекта. Мы создали один файл, а объекта у нас три. Что у нас там в логах? В логах написано, что является сейчас на какой, что является сейчас head, как это, фронтиром разработки. Вот. Значит, это предыдущий коммит, это новый коммит, ну, в общем, значит, три объекта. Что это за объекты? Давайте на них посмотрим. Что это за объекты? Для начала давайте посмотрим, какого они типа. Это нечто сжатое злибом. Сейчас мы попробуем питон заставить его разжать злибом. О! У нас даже есть... Да. ну, прежде чем мы будем разжимать это злибом, давайте определимся, почему столько циферек. Значит, эти циферки, это результат, если мне не изменяет память, ш1хэш. Память мне, может быть, изменяет, но мне не изменяют глаза. Я это читаю из плана предыдущей лекции. То есть, у нас берется объект, и в качестве уникального идентификатора этого объекта берется его ш1хэш, достаточно длинный, чтобы эта уникальность, ну, чтобы в нее верить. Да? У двух одинаковых файлов будет одинаковый ш1хэш, у двух разных файлов будет разный ш1хэш вот такой длины, с такой вероятностью, что, как это, возможно, вероятность того, что ваш компьютер встанет и побежит, просто потому, что атомы так сложились, выше, чем вероятность совпадения ш1хэшей такой длины. Ну, или что-нибудь такое, да? То есть, мы не заморачиваемся тем, что у двух разных файлов может хэш совпасть. Ну вот, а дальше, для удобства, берется первые две циферки этого хэша, создается каталог с названием первой две циферки хэша, и внутри него создается файл, создание все остальные циферки этого хэша. Так что, мы можем даже попробовать взять этот ш1хэш, если нам хватит времени, возможно, не хватит, вот, чтобы посмотреть. Ну ладно, давайте все-таки посмотрим, что там внутри-то лежит. Внутри. Чтобы не получилось так, чтобы вообще все-все-все-все файлы лежат в одном единственном каталоге. У некоторых файлов систем, например, у NTFS, в какой-то момент начинает отрывать крышу. Оно продолжает работать, но может каждый файловый запрос обрабатывать несколько минут, особенно на медленных устройствах. А так мы, поскольку ш1хэш достаточно рандомные первые две чиселки, у нас, ну вот, в 256 раз меньше файлов будет в среднем. Да, потому что от 0.0 до ff. Да, в среднем уменьшаем в 256 раз. Я видел систему хранения, в которых было два таких вложенных уровня. То есть вот здесь и еще вот здесь под каталог, а дальше только вот это. Предполагалось, что у вас будет, соответственно, сколько там, 256, в 65 тысяч, в 65 тысяч 536 раз меньше файлов в среднем, в каталоге. Ну вот, чтобы не лежали все файлы в одном каталоге. Потому что понятное дело, что для остального никто глазками, кроме нас с вами, никто глазками это читать не будет. Давайте попробуем воспользоваться прям питончиком для того, чтобы распаковать злибом этот самый файл. у нас есть правильный путь и неправильный путь. Неправильный путь – это копипаста, а правильный путь – это питончик. Давайте мы вступим на правильный путь. Так. Теперь, что там, вот, import sys, а, нам не нужен sys, да, файл равняется file open .git что там, objects, ну, допустим, 42. Я считаю, это правильное число. Как бинарный его открываем, потому что он запакованный. Так. Там лежит какой-то трешак. Давайте мы его распакуем этот трешак. Распакуем мы его с либдекомпрессом. Отлично. Смотрите, что мы видим. Мы видим дерево. О, слушайте, я вам соврал. Эй. Ну, вы привыкли, что я часто вру на лекциях. деревом называется слепок, веткой называется последовательность этих слепков, именованные веткой. А сам слепок называется дерево. Tree object. Вот. Давайте мы тогда начнем с конца, потому что, давайте мы тогда начнем с конца, потому что дерево, в смысле сначала, потому что дерево это как раз конец. Еще есть, а, еще дата равняется. Это commit. это commit. Так выглядит. И, соответственно, все в обратном порядке. А вот это будет, собственно, наш файл. О, а вот это наш файл. только он сейчас в двоичном виде. Давайте мы его... О! О! Мы добрались до нашего файла. Что там лежит? Там написано, что это blob. Это один из видов объектов в гите. Блоб, то есть, собственно, кусок какого-то кода. Этот blob имеет размер 189, видимо, байтов. И это написано прямо в начале вот тут. Дальше идет нолик, а дальше идет наш файл. Наш файл. Вот. В репозитории репозиторий состоит из блобов, и блоб это просто состояние файла на какой-то момент. файлы, вернее, состояние файлов на какой-то момент, все эти блобы объединяются в дерево. Дерево это вот то, что у нас было в самом начале. Вот это. Давайте мы напишем напишем, как эти, как неправильные люди. О! Что такое дерево? Дерево говорит. А, это коммит. Это коммит. Сейчас, неправильно написал. 42 там должно быть. 42 там должно быть. Дерево. Все. Во. Во. Значит, что такое дерево? Дерево говорит. В вашем, в вашей последовательности разработки, в вашей ветке присутствовали на данный момент вот такие-то файлы. Файл call.txt с вот такими правами. Это, это классические линуксовые права, вспоминаем, курс операционной системы. rvx, 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 rv, rr, точнее, а это еще какие-то атрибуты. Размером 36 байтов дерево. А вот это, если мне не изменяет память, коммит.id. Давайте мы попробуем посмотреть, давайте мы попробуем посмотреть на него. здесь такое ощущение, что это, нет у меня такого неправильного ощущения. В общем, вот это число, мне кажется, что это коммит.id. я боюсь соврать. Я хочу его как-то превратить в шестнадцатеричное, но времени у нас уже очень мало, и нам пора заканчивать. Давайте мы это оставим, я на следующий раз покажу в лекции. Вот, давайте лучше посмотрим на третий объект. Вот это дерево, которое описывает, сколько каких файлов у нас было. Давайте лучше посмотрим на третий объект, который, который, коммит, вот на этот. Да, давайте даже принт напишем. О, смотрите, коммит, 237 байтов сам объект занимает, относится к дереву вот такому, относится, да, значит, автор коммита такой-то чувак тогда-то сделал, таймстэмп, таймстэмп в секундах относительно начала времен, начало времен, как вы помните, в этих ваших линуксах, это 70-й год, 1970-й, начало времен. Вот, таймзона, коммитер, автор, это кто, кто запушил коммит, а коммитер, это тот, кто, собственно, внес изменения. Вот, тот же человек, вот, коммит-смешеч. Вот три объекта, которые создаются при каждом коммите. Это новое дерево, напоминаю, что изменение ваших осводных кодов это последовательность вот таких слепков, файлов, которые называются деревья, вот, и коммит, и те объекты, которые мы делаем. Вот, есть у нас время еще один коммит сделать, давайте по плану посмотрим. Есть у нас время еще один коммит сделать, потому что у нас в 16.05 заканчивается лекция. Давайте сделаем еще один коммит и посмотрим, что произойдет. Давайте ради интереса сделаем так. Во-первых, вот это, а во-вторых, ну, не знаю, кто я такой. вот. Вот. Обратите внимание, как по-разному относится, как по-разному относится гид к измененному файлу и к новому файлу. Новый файл считается untracked, он говорит, слушайте, может это генерат какой-то. Измененный файл считается измененным. Если я сейчас скажу гид коммит минус а, нет, давайте скажем так, гид ад файл новый я добавил вручную сам. Вот этот файл сейчас добавится, если я скажу минус а, минус м. Давайте даже вот так вот. Вот. Он говорит, смотрите, два файла добавилось. Почему два? Потому что сказал минус а, и модифицированный файл немедленно прилез в коммит тоже. Я его не добавлял, он добавился автоматически. Вот так примерно выглядит коммит длинный, не однострочный. Вот. Вот проделался у нас коммит. вот у нас теперь гид лог показывает красивую совершенно вот историю. Вот. Давайте мы сделаем такую же штуку, как в прошлый раз, и сравним, сравним, что же изменилось теперь. Да. как и следовало ожидать, как и следовало ожидать, появилось четыре объекта. Что это за четыре объекта? Новые три, потому что у нас состояние файлов изменилось. Новый коммит, мы коммит видели. Новый блоб с файлом хуточка.txt и новый, иной, новый блоб с файлом колт.xt. Гид хранит все состояния всех файлов. Никаких, никакой арифметики патчей, никаких вот таких вот переупаковок под капотом, если только вы не скажете репозиторию, дыркой репозиторию, уменьшись, пожалуйста, вот там, вот как-нибудь, посчитайся. Но с точки зрения именно пользователя гид хранит все состояния всех файлов в процессе разработки. Все равно вы не напишите столько кода, чтобы оказалось много. Какой-нибудь сериальчик все равно будет длиннее, чем то, что сможете напрограммировать. Соответственно, у нас теперь есть и старый блоб с старым содержимым этого самого колт.xt 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 и новый блоб с новым содержимым колт.xt Причем, кто из них кто, это еще вопрос, но мы сейчас можем попробовать по-быстренькому это узнать. Вот у нас тут есть командная строчка. Мы эту командную строчку, только она зараза с неправильными пробелами. Вот. Да. Давайте все четыре объекта посмотрим. Значит, что там объекта аэф чё? Некоторые пробелчики. Вот. Это было дерево, которое состоит из файла колт.xt и ху.т.xt вот. А это, видимо, его, эти самые, его уникальный идентификатор. Вот этот. Вот. е4. Не вижу. Да, слушайте. Знаете, что это? Помните, я отказался говорить, что это такое? Знаете, что это такое? Это тупо, тупо идентификатор файла. Смотрите. Файл колт.xt, называется он колт.xt, а его object.id, е4, x8, что-то такое. Да вот же он. Е4, е4, 8c, е4, 8c, вот это л буква, да, да, короче, это его идентификатор, да, файл называется колт.xt, является вот этим. Так, у меня будильник, значит, 5 минут осталось, 5 минут осталось нашей лекции. Но мы все успеем. Ну вот, это, значит, наше дерево, вот это наш новый файл, тот самый идентификатор, которого мы только что смотрели, вот здесь, да, это новый колт.xt, вот он, давайте принт сделаем, что ли. Попробуем здесь декод. О, видите, какая красота. Да, соответственно, отличный вопрос задает Димка, Димка, я на него отвечу, но сначала я договорю, о чем говорил сейчас. Значит, ну дальше, в общем, примерно понятно, да, значит, objects 2e, это у нас будет commit message, да, мы увидим, что это commit message. И, соответственно, что там еще должно быть, и 3 должно быть еще, да, еще 3, 96, 96, 96, а, и bloop, это новый файл, это новый файл, который не 3, а новый файл, который, значит, этот самый, который будет называться у нас hud.xt. Вот, обратите внимание на commit message, это, вот, commit message, наверное, все-таки стоит посмотреть повнимательнее, как он выглядит в действительности, на commit, не commit message, commit, как выглядит объект под названием commit. Обратите внимание, что вот у нас commit, это его размер, это идентификатор, а это его предыдущий commit. История разработки выглядит, как такая цепочка коммитов, да, в которой написано, кто из них, ну, какой коммит, из какого проистекал. предыдущий, может быть, если вы только его сделали? Нет, конечно. Вы же не знаете, какой будет следующий, если вы только его сделали. Более того, этих следующих может быть сколько угодно, мы же можем делать ветки разные. А вот какой предыдущий, известно всегда. Это называется сеть, или ориентированный граф без циклов. Так и есть, так и есть, именно. Вот. Но про сеть мы будем говорить чуть дальше, когда будем говорить про форки, про, ну, про бранч. Вот. Да, история. Значит, это я не буду говорить, мы в следующий раз расскажем. Димка, Димка задает вопрос. Здравствуйте, а если, скажем, меня полностью устраивает последнее состояние репозитория, можно как-то удалить предыдущие коммиты? Хороший вопрос. Нет. Да. Когда? Ес, сэр. Значит, если вас полностью устраивает состояние репозитория, можно удалить как-то предыдущие коммиты, только это не существующая ситуация. Вас не может полностью устраивать состояние репозитория без коммитов. Репозиторий, он нужен именно для того, чтобы версионировать, погодите, я отвечаю на вопрос, погодите, версионировать ваши файлы, прослеживать историю изменения и создавать информационное пространство вокруг него. Если вы удалили все коммиты, у вас просто нет репозитории. Ну, понятно, да, репозиторий нужен для того, чтобы репозиторий, это именно то, Димка, Димка, что вы сейчас попросили удалить. Если вас полностью устраивает репозиторий, удалять его не надо. Если вы удаляете репозиторий, значит, он вас полностью не устраивает. Вот. Да, вопрос. А где вообще это все физически хранится? И почему место не получается гигантское объемное в том, что у вас в том, что у вас в том, Как это? Где это? Это физически хранится в каталоге точка гид, и место в нем и гигантский объем, давайте посмотрим. Я тут про них про гитхаб я ничего не сказал. Прямо ни слова. И гигантский объем 144 килобайта. То есть, куда это уходит, когда вы пишете? Никуда это не уходит. Это лежит в каталоге точка гид. А когда мы пуш пишем, это уходит туда, куда вы пишете пуш. И вопрос к администратору того места, где вы написали, а куда вы пишете пуш. Вот у нас, например, есть факультетский гитлаб, которым вы пользуетесь. Можно спросить у администратора, какие там гигантские объемы. Да? А мы еще будем на семинаре имитировать пуш в соседний каталог. И там гигантские объемы будут те же 144 килобайта. Хорошо. Значит, вот мы добрались полномерно до конца лекции. Значит, домашнее задание по лекциям. Обратите внимание, что у нас будут домашние задания по лекциям. Примерно такие, как в прошлом году, но не настолько никого еджа, там, к сожалению, не прикрутишь. Вот. Ой, неправильно, 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 не тут надо регистрироваться. Не тут надо регистрироваться в своей репозитории. двадцать седьмой из шью. Двадцать седьмой из шью и здесь двадцать три. Вот здесь правильные домашние задания. Да. Вот. Значит, так вот, разумеяяяяяйца, ну ладно. Так вот, домашнее задание на сегодня не будет состоять в выполнении решения каких-то задач или упражнений. Нужно создать публичный репозиторий обязательно, чтобы можно было его склонировать, не как иначе. Зарегистрироваться вот здесь, это относится и к 321 группе тоже, имейте в виду. И научиться пользоваться командной строкой git, никаких этих самых пчармов с волшебными кнопочками, командной строкой git. Слава богу, а командная строка git есть под любую операционную систему. В частности, официальный клиент под Windows это вообще кусочек линуксовой командной строки целиком. Так что на сегодняшний день домашнее задание просто регистрация. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Громче. Что такое Source.ht? Source.ht это любимый мой хостинг, я его очень любил, хостинг с РХТ, он не Source.ht, а СРХТ. Вот. Но в нем, кажется... Короче, это такой хостинг. Вот. И многие проекты я хожу на нем, потому что в нем очень мало лишнего всего. Он, он, вот. Но мне кажется, что у него потихоньку... Хакерфорф, видите? Но мне кажется, что у него там что-то меняется в этих самых, в оплате. И он может оказаться несвободным. Дело в том, что туда год назад, чуть больше года назад набежали... Ну, пошла мода с помощью систем диплоймента ECI майнить. Берут, настраивают, как бы, в майнинг, в эти самые... Вся из хребты кладут майнинг. Вот. И туда тоже набежали, и Drew World пришлось сделать... Да, его, значит, разрабатывает очень-очень интересный чувак, Drew DeWalt. Вот. Правда, очень интересный чувак. Этот хостинг. Он написан практически 100% на питоне. Вот. Плюс там Object Store, плюс база данных. Вот. Ну, и в общем... В общем... И он очень красивенький именно в плане интерфейса. Такой примитивистский интерфейс. Все по минимуму. Вот. Вот такая вот штука. К сожалению, в нем CI стоял платный, поэтому я его перестал рекомендовать. А в основном, значит, так вот только не SourceHat, а либо Сырыхатый, либо SourceHat. Да? Давайте мы его поправим действительно. Если есть еще вопросы, задавайте. Нам пора заканчивать. Хэши считаются только от текста, который запахован в твариже. От чего еще они могут считаться? Там есть время, там был таймстэмп. Там был таймстэмп. Я говорил слово таймстэмп. Да? Сейчас. Сейчас мы найдем его. Это там же, где... Там же, где было... Это самое... Это время. Верьте мне. Это время в секундах от начала времен. Мы же говорили про это. А это смещение. Так что, да, скажем так, хэши считаются от тех объектов, которые хранятся. Если там внутри что-то есть, вот это, например, да, то от него считается хэш. Да, еще мы увидели объект 3, но никаких бранч... А бранч у нас ровно один, и бранч – это штука нехранимая в качестве объекта. Бранч – это такая договоренность. Он лежит вот здесь, вот. Ну, то есть не здесь, понятное дело, поскольку бранч у нас всего один. Да? Вот. И, соответственно, реф. Вот, вот, вот этот бранч. То есть бранч – это такая договоренность внутри репозитория. Она не является его объектом. В разных репозиториях, в копии одного и того же репозитория бранчи можно переименовывать, никого не будет волновать. У вас будет просто синхронизация. В вашем репозитории это так, а в AppStream по-другому. Так, еще вопросы. Все, братцы, давайте. У нас уже время, я уже пять минут ваших выжрал. Значит, тогда у нас через неделю мы встречаемся с... А, возможно, через неделю мы встречаемся в P6, потому что тут пересдача по Мутану на шестом курсе. Вот. Посмотрите, это будет объявлено в расписании.